Сегодня у нас седьмое сентября 2023 года. Это вот никогда не догадаешься. Это капуста. Так мелко сделана она. А это вот я ложку нашел. Где-то она была под землей много лет. Такая хорошая, серебристая. Вот туда добавляю растительное масло. Но это мне необходимо. Никто это не берет. Готовят для меня. Дальше. Два чайника. В одной тысячелестник, а в другом укроп. Укроп. Это тоже понятно. Теперь беру морковку. Своя морковка идет уже. Дальше яблоки. Тоже свои яблоки в огороде идут. И огурцы свои. Огурцом прощищаю. Вот она зелененькая где-то. Сейчас буду делить. Больше сейчас себе заберу, потому что морковка для нас. Я вот каждый день начинаю в 3 часа ночи заниматься. В тарелочку еще это будет налито. Да. Только покажи еще там у тебя сегодня. Ну для вас суп просто на рыбной основе. Вот ваш суп. Вот этот вот. Это картошка, макароны. А у нас грибной суп. Грибы местные. Белые. Грибы, шампиньоны. И еще что тут? Компот. 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 Ну там это сушеные. Да, да. Что у нас на обед еще будет? Даю стояблоки, помидоры. Рыба. Вареная рыба. Вареная рыба. А у нас на масле жареное. На масле. На растительное. На сливочном. На сливочном масле. Очень вкусно. Это у нас салат сделанный. Ну, когда мы делали, то что там? Резаные помидоры, огурцы. У нас помидоры, огурцы. Соль и растительное масло. А у нас с огурцами. Вот так. Тут отдельно чеснок делают для себя. Яблоки, хлеб. Сам Володя. А у меня что-то помидоры. Растительное масло. Это дары. Надежда Васильевна пирожки принесла. Вот завтрак. Я хотел небольшое повышение дать. Попросили. О, видишь? А там у нас полно яблок. Это помидоров-то. Значит, опыт по работе в интернете. Вот я встаюсь когда утром, ночью еще. Я сразу смотрю, что по скайпу. Какая-то нужда там где-то как-то. И бывает, напрашиваются друзья там, прими или заблокируй. И такими именами. Ну, только... Ну, я не просто разрешаю зайти. А ему сразу скидываю наши ресурсы. Многое. А он дальше начинает шпарить там матерками. То есть мне надо разрешить, которые просятся нормальные, которые больной человек. Это больные. Даже некоторые их знают. Он лежит парализованный почти. И гадости всякие. Но никогда и не встанет. И теперь я сразу... Вот это вот просится. Чистый лист. Я его раз. Заблокировал. А там вверху блокируешь. А потом вверху такая еще кнопка. Я нажал. Какая причина? Я показываю, какая причина. А причин там 10, допустим. Где-то. Но это не все еще. Иногда, когда ролик уже выставлен. Это мой канал. И под каналом идут комментарии. Бывает, утром начинаю. Подряд идут. Гадости такие пишут. И сейчас, сейчас. Раньше я смотрю, кто. А сейчас смотришь, ничего нет. Там разные цифры набраны. Но если их нажмешь, тебя вынесет на того, кто это делал. И вот, который пишет пакости всякие. Там ничего нету. Написано Ваня. И показано сейчас. Ну, слова нехорошие. Все. Нет одного ролика. А который пишет. Это я тут с вами познакомилась. Столько узнала. Я нажал. Кто? А, Саренбурга. Такая-то. У нее столько роликов. То есть, у человека, который что-то знает, наши ресурсы вызывают притяжение. А у того, я узнал даже, говорит, платят. И платят хорошо, чтобы непрорывно нападали. Сейчас я, говорит, в Таиланде. И там трехзвездный или пятизвездный какой-то отель. И он там живет. Денег. Хорошие деньги платят. Ну, мне-то какой? Я-то как кнопку нажал его. Нету. А они тоже опять регистрируют. Однажды у меня такой нападал. И показывает китайское его имя какое-то. А мне сказали, ему можно найти. И нашли. А у него там в заначке лежит уже готовый открывать 70, кажется, с чем-то каналов. А не каналов. Ну, а возможности зайти. Ну, и мне дали их. Я ему везде-везде-везде заблокировал. Он, видимо, посмотрел, а делать-то не все думает пропал. И больше ни разу не пришел. Вот никогда не смотрите на сегодняшнее. Смотрите вдаль. Ну, конечно, неправильно. Неправильно там предали Христа. Неправильно распяли. А оказалось, без этого нет истории мировой. Апостолов. Ну, если бы не казнили, мучеников не было. Если бы арестовывали не выше, не было бы исповедников. И поэтому радуйтесь и веселитесь. Как гнали прежде пророков, прежде вас, так и вас. Велика ваша награда. И когда вот последнее увидели, какие нападки на меня. Ну, даже, чтобы меня вообще не было на земле. И люди так начали отвечать. Это, значит, последнее вам испытание. Самая большая награда. Вот я могу сказать. Ну, вещам-то я положусь пораньше. Поэтому в три часа это у меня почти всегда начинается работа. Но еще раньше я выхожу помолиться на улицу за ограду. Вот сюда вот. В первую очередь, кто против нас. Прошу им милости, чтобы не ушли из жизни без покаяния. Господь простил им их безумие. Они одержимы совершенно. Бесовщина там такая идет. Каждую ночь при лунном свете, при звездах, при облаках я выхожу на улицу, территорию дороги. Там около забора своем. А на этой стороне я выхожу помолиться. Вот, знаете, какая погода под звездным небом. И поэтому никогда не надо отчаяниться. Что-то делают там, или за тобой подсматривают. Или ничего это не значит. Потому что меня Бог провел трудными такими участками моей жизни. И скажу, что все на пользу. Я бы не мог говорить сегодня тебе, вот показывать это. А вы знаете, где находимся? А мы в тюрьме. Какой? И дальше я даю им советы. Ну так даете, как будто сами тут были. Да, я был, я знаю. Когда принимают, когда осудят, когда в лагерь везут. Что на этапах надо. У меня опыт. Опыт не книжный. Но так как я работал, ну то есть трудился среди разных сект. Выставляли меня. Они там против меня, даже баптисты, давали и дикт свой, чтобы мне нигде не давали места. И говорить, нигде. А до этого было брак, дорогой. На кафедру там то, другое. Везде запретили. Вот хотел сказать, что никогда не надо впадать в то. Ну вот раньше был доступ, а нет. Вот я сегодня новую работу начал делать. А какую? А вот такую. Когда вы сразу ушли оба, потому что помолились уже, вас тут надо готовить, завтрак. И в это время считается толкование на поколитис. Это трехтумник у нас. Сегодня Ольга Николаевна Симоненко считала. И я подумал, люди, которые спрашивают толкование, а оно у нас только в книге, а если это отдельно его выделить, да выделить все места, которые говорит. Сколько ссылок на Библию. Нигде это я толкователись. Столько читал и баптистских, и адвентистских, и каких только не было. То, которое издал отец Геннадий Фаст, сравнивать не с чем. То есть это царственное, он верующий, православие, знает Библию. Ну, нигде нет его. Я считал там Устиняева, другие, которые говорят, ни один митрополит это не скажет. Он в среде это родился, он вкуса вина не знает. Ни женщин, ничего, трезво. И вот только я начал сейчас подсчитывать, сколько раз он делает ссылку на Библию. Давай главу только читаю, уже 57 раз ссылок на Библию сделал, и в скобках. И теперь, которые библейские места, я их отдельно выделяю красным, хотя они у него уже жирным и курсивым. Вот поучение. Главное в жизни, как сказал один человек, в мире есть одна личность, Христос, и одна книга Библии, Мартин Бютер. У меня много есть доброго вот такого вот. И милости Божьей, вы еще не показали у нас, что есть. Я говорю, баночка, с чем она у вас? С медом. С медом. У меня баночка своя. Вот она с медом. Это мне подарил Шерстовитов Геннадий Павлович. Я говорю, а как долго так хватает? А я сейчас покажу, как я ем. Посмотри. Ну, пришел тут, развязался. Я не обманываю. А брат Владимир Александрович это знает. Я беру вот, поскольку вот, на кусочек, вот он, надеюсь. Пусть не тот какой. Опять беру. Больше трохат не беру. Все. А почему? Мед это лекарство. Его ложками не едят. По малым. Желательно на толщий желудок пока. Что и как есть. Вот все. И главное, сколько обошлось. А давай посчитаем где. Вот муку тогда в лагере мне одна коммерсанша подарила муку. Осталось что-то. Сейчас все еще пользуемся. Ну, еще больше такого-то у нас тут и нету. Даже вот это, вот это вот три яблоки, морковка, огурцы. Ягода каренда еще. Ага. И арбузы. Арбузы еще. И арбуз. Арбуз вон кучик. Они едят пополам арбуз, а мне дают целый поменьше. Я его уношу. Мне сказали, арбуз можно есть после, как пройдет час, после еды или за час до еды. Мне меню составляет Елена Горбищук. Но они у нас небольшие. Я понял, это точно. Потому что у меня с почками не все то порядка. А обед, каренда. Мне все время каждое утро в обед дают. Вот она, я дам. Все ягоды кое. А видишь, сколько этих мошкара. И Володя каждый раз меня спрашивает, когда поедим, будете ли они сидят, ждут, когда я выберу нехорошие. Выброшу, хороший в рот. Как про дюймовочку-то было. Или как она, с негорка-то. Они берут хорошую в рот, а похуже. Куда, в корзинку. А у нее наоборот было. Хорошая туда. И они с ней расправились. Поэтому выживем трое. Надежда Васильевна на молитве бывает. Ну и по интернету там человек 20. Сколько? Сейчас скажу 9. Когда 6, 15. Ну да, 26 человек сегодня было. На молитве. Все, Богу слава. Ровейте слава. Рови. Аминь. Иди домой, иди.